Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» – программа о спорте, спортсменах и личных достижениях. Вся жизнь – борьба. В сегодняшней программе мы продолжаем рассказывать о популярных в Рязани олимпийских видах спорта. Четкость действия и быстрота реакции в Рязани прошли соревнования Кубка МЧС России по спасательному спорту. Кабудзюцу или окинавское карате. К своим ученикам в Рязань приехал известный мастер Джулиан Мит. Спортивная борьба развивает силу, быстроту, координацию, точность, движение, выносливость, способствует формированию важных прикладных навыков самозащиты, а также является эффективным средством воспитания ценных моральных и волевых качеств – цель устремленности, мужества, находчивости. А поприсутствовав на соревнованиях, наша съемочная группа абсолютно в этом убедилась. О подробности далее. В минувшие выходные в Рязани прошло первенство города по вольной женской борьбе и первенство школы Антей по греко-римской борьбе. Более 250 человек из пяти регионов приняли участие в соревнованиях. Очевидно, что спортивная борьба развивается семимильными шагами. Сами видите, народу очень много, много очень ребят и девчонок занимаются нашим видом спорта. Ну и каждый год мы делаем набор секса борьбы и с каждым годом увеличение состава и как тренерского, так и учащихся спортивной школы. Также наша федерация занимается развитием борьбы не только в городе Рязани, но и в Рязанской области. Нами были открыты спортивные школы в городе Спаске, в Клепиковском районе, в городе Захарова. И в дальнейшем, я думаю, что увеличение школ будет больше еще. Вольная борьба отличается от греко-римской в основном тем, какие части тела задействованы в поединке. В греко-римской борьбе разрешается захватывать соперника только выше пояса и использовать для захватов и атаки только руки. В отличие от греко-римской, в вольной борьбе разрешается выполнять подножки, подсечки и захваты за ноги. В портере допускается переворачивать соперника на спину, используя для этого любые захваты, обхваты и действия руками и ногами. Греко-римская борьба требует большой силы торса и она не получила широкого распространения среди женщин. Поэтому, если говорится о женщинах, то в наименовании этого вида спорта часто опускается слово «вольная», называя ее просто «женской борьбой». Несмотря на многовековую историю, прошлым летом чиновники из Международного Олимпийского комитета неожиданно для многих любителей борьбы решили исключить этот древний вид спорта из программы «Игр» ввиду якобы своей незрелищности. После возмущения спортивной общественности смена руководства Международной Федерации оставили борьбу в покое. Но, как уверяют специалисты, теперь это совсем другая борьба. Очень все поменялось. То есть вернули правила, которые были приближенные, когда еще в Советском Союзе. То есть вернули динамику борьбы. То есть до этого правила сделали таким образом, что слабый мог победить реально сильного. По жребию. То есть были такие тонкие моменты от судейства, где судья мог повлиять очень на исход схватки. Сейчас это максимум убрано. То есть схватка строится уже таким образом, что реально тот, кто человек функционально подготовленный, технически подготовленный, тот и выигрывает. Это нюансы такие по правилам соревнований, скажем так. Поэтому на сегодняшний день на 100% борьба стала зрелищная. А то, что было раньше, все это в прошлом. И надеюсь, больше такого никогда не повторится. Практически второе дыхание, да, у борьбы? Ну да, ну можно, наверное, так назвать, да. Второе дыхание. Ну а прошедшие соревнования в очередной раз показали, что вольная женская и греко-римская борьба пользуются в нашем городе огромной популярностью. А количество детей, занимающихся в секциях, растет с каждым днем. У нас на сегодняшний день больше 250 участников. И приехали с дальних регионов. Свердловская область у нас сегодня здесь на соревнованиях присутствует. Вот. И очень, скажем так, поражает тот факт, что дети, если брать еще несколько лет тому назад, именно маленькие дети, да, которые вот новички, вот, где-то были еще неуклюжие какие-то, то есть, как бы, ну, такая вот борьба детская. На сегодняшний день уже видим, дети вот такого возраста показывают очень зрелищную борьбу. Вот. Особенно девочки. То есть порадовали очень девочки. Просто вот очень приятно смотреть. Хоть есть, конечно, такие стереотипы, что якобы борьба не женский вид спорта. Но я думаю, те, кто сегодня вот пришли посмотреть на эти соревнования, вот, и я думаю, вот, любого, наверное, зрителя спросить, кто больше понравился, ребята или девочки, на сто процентов уверен, что скажут, девочки намного зрелищнее борются. Девчонки, несомненно, молодцы, впрочем, как и ребята. И все они уже в столь юном возрасте знают, какой он вкус победы. И готовы тренироваться изо всех сил для того, чтобы побеждать. Скажи, пожалуйста, что нужно, чтобы побеждать в этом виде спорта? Как ты думаешь? Техника, скорость, сила. Сила, уверенность. Ну, только верить в себя. Захотеть надо. Верить в себя. Ну, тоже верить в себя и силу. Бороться. Выходить на ковер. Мы любим борьбу! Борис не побеждай! В Рязани прошел очередной учебно-тренировочный семинар по кабузюцу под руководством известного мастера кабудо Джулиана Мида. Подробности у Глеба Галушкина. В спортзале 71-й школы мастер Джулиан Мид проверил у своих учеников те технические навыки и приемы, которые он давал для отработки на прошедшем семинаре. Как объясняют рязанские каратисты, на своих занятиях британский мастер, во-первых, показывает приемы работы без оружия, а далее спортсмены берут в руки традиционные для окинавского кабудзюцу боевые орудия. Практически на каждом семинаре сначала повторяется базовая техника, то, что он давал до этого. Он смотрит, как ученики воспринимают ее, как они ее отработали, пока его не было в это время. Если он видит, что есть прогресс, он дает технику дальше. Кабудзюцу – это общее название восточных боевых искусств, тех школ, в которых обучают поединку с использованием нестандартного оружия. Шесток, посохов, вееров, дубинок, сельскохозяйственного инвентаря. Последнее особенно популярно на острове Окинава. Надо отметить, что данное боевое искусство тесно связано с каратэ, и зачастую старые мастера кабудзюцу и были одними из первых учителей школ каратэ. Британский мастер Джулиан Мид постигал технику кабудзюцу на Окинаве. Там он жил более шести лет. А сейчас он путешествует по миру и передает свои знания всем желающим. Рязань с недавнего времени он посещает регулярно два раза в год. По сравнению с предыдущим годом, меня поразила подготовка спортсменов в течение всего года, и особенно отношение детей к данному виду спорта. Благодаря той атмосфере, которую я чувствую здесь, и благодаря отношению и уважению занимающихся, Рязань напоминает мне старую Европу, где отношение к занятиям было очень серьезным. Сейчас же молодые люди уже не так усердно занимаются. Подготовкой рязанских спортсменов Джулиан Мид остался весьма доволен. По его мнению, у наших ребят большой потенциал. Джулиан Мид рассказывает, что в юности, как и все его ровесники, занимался боксом. Сложно поверить, но в Англии в 60-е годы бокс являлся школьной дисциплиной. Однако в 80-е годы, широким приходом восточных единоборств в Европу, Джулиан Мид начал интересоваться каратэ. Свою роль здесь сыграли и фильмы, но впечатления, которые произвели восточные боевые искусства на Великобританию в 80-е годы, связаны с тем, что во время наплыва боевых искусств из Японии, именно Великобритания была первой страной, куда приезжали инструкторы по боевым искусствам. Великобритания была тогда впереди всей Европы. Сейчас традиционный для Англии бокс, по словам Джулиана Миды, не так популярен в Великобритании, как в середине века. Еще одной из причин, по которой популярность восточных боевых искусств в Европе не уменьшается, это древняя философия. Ведь, как говорил один из выдающихся мастеров Матайоси Синпу, цель Кабудо заключается в познании самого себя, в испытании собственного терпения, в умении разделять добро и зло. Четкость действий и быстрота реакции в Рязани в манеже главного управления МЧС России в Рязанской области прошли соревнования Кубка МЧС России по спасательному спорту. В состязаниях приняли участие 19 команд сборных управлений МЧС различных субъектов федерации. За звание лучшей команды по спасательному спорту боролись сборные Кабардино-Болгарии, Камчатского и Забалькальского краев, Курганской, Курской и Астраханской областей и других регионов. Участники боролись в нескольких дисциплинах – 100-метровые и специальные полосы препятствий, которые необходимо было преодолеть на время. Спортсменам нужно было спасти из-под условного завала двух раненых, которых доставили в специально оборудованный пункт. Затем спасатели с помощью специального снаряжения поднимались по стене на верхний этаж условного дома, где обнаружили еще одного пострадавшего человека. Ему также оказывали помощь и спускали на землю, после чего его, как и первых двух пострадавших, доставляли к медикам. Залог победы команд участниц – быстрота и правильность всех действий. На 100-метровке участники должны были пройти по тоннелю, подняться по разрушенной лестнице, забраться в помещение, где находится пострадавший человек. По сценариуму спасатели оказывают первую помощь и выносят пострадавшего наружу. Все этапы соревнований участники должны проходить слаженно и быстро, и пусть вместо стены разрушенного или пылающего дома всего лишь тренировочная стенка манежа, а вместо живых пострадавших манекены спортсмены отрабатывают элементы аккуратно и внимательно. Четкость действия и быстрота реакции не только основные слагаемые успеха на соревнованиях, но и одни из главных качеств, помогающим сотрудникам спасать реальность жизни в самых настоящих пожарах и завалах зданий. Здесь все реальные вещи. Это аварийно-спасательный инструмент, ликвидация пострадавшего, это жумары, это подъем на 4 этаж по жумарам, это другие инструменты, которые необходимы для ликвидации чрезвычайных ситуаций. И умение, так сказать, ориентироваться в чрезвычайные ситуации, в сложные ситуации и преодоление препятствий. То есть все приближено к реальным условиям чрезвычайных ситуаций. Спасательный спорт – это действенный способ повысить профессиональный уровень спасателей. Им, несмотря на то, что вид спорта молодой, он динамично развивается и уже сейчас привлекает внимание большого числа потенциальных спортсменов. По итогам соревнований победу одержал Артем Тишкин из Курской области. Второе место занял Юрий Волков, спортсмен сборной Курской области. На третьем – Павел Бельский из Москвы. Серебряным призерам удалось пообщаться в нашей съемочной группе. Какие ощущения от соревнований? Ощущения? Да, ощущения обычные. Тренировки проходили так же, как и соревнования практически. Потому что тренировались на максимальный результат. Мы его показали. То есть я и мой друг, который пробежал быстрее меня всего лишь на 0,04 секунды. Я очень рад за него. Тренировались мы вместе, готовились. Ну, все свои сделали. Как давно этим видом спорта занимаетесь? Я занимаюсь с ним, наверное, с 2007 года. Неоднократно выигрывал, ставил рекорды. Ну вот, продолжаю как бы дальше стремиться вперед. А среди образовательных учреждений победу одержала команда Воронежского института, ГПС МЧС России. Среди регионов – сборная Забайкальского края. Далее в программе обзор основных спортивных событий и достижений рязанских атлетов за прошедшую неделю. Баскетбольный клуб Рязань уступил в матче четвертьфинальной серии игр. 15 апреля в Рязанском дворце детского творчества Бака Рязань не сумел обыграть Спартак Приморье. В первой половине встречи игра у наших баскетболистов не складывалась. За 20 минут хозяева мудрились совершить 13 потерь, отправляя мяч либо в аут, либо в руки соперникам. В начале второй 10 минутки приморцы увеличили отрыв до 10 очков, а в концовке четверти так вообще до 14. К заключительному перерыву счет на табло был уже 46-61 в пользу команды из Приморья. К сожалению, победу вырвать рязанцам не удалось. Итоговый счет встречи 74-69 в пользу Спартака из Приморья. И теперь Зубрам предстоит борьба за 5-8 места. Игры стартуют 19 апреля. Также 15 апреля футболисты рязанской «Звезды» провели свой первый матч в новом сезоне. На стадионе «Спартак» под обечные гарники Аваляна сыграли со столичным «Спартаком-2» в ничью 1-1. Стартовый отрезок матча «Рязанцы» выглядели активнее и чаще появлялись в срывной площади гостей. На 41-й минуте Евгений Дудиков отправил мяч в сетку красно-белых. После перерыва в составе «Спартака-2» вышел Александр Зуев и уже через 2 минуты сравнял счет, который так и остался неизменным до конца матча. Следующий матч «Звезда» проведет на выезде в Брянске. Проведет свой первый в этом сезоне домашний матч и женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ». В первом матче стартовавшего накануне чемпионата десантницам удалось добиться победы и завоевать первые очки в турнирной таблице. Мы приглашаем всех болельщиков и поклонников и женского футбола, вообще футбола и вообще любителей спорта на матч, который состоится 20 апреля, где мы будем принимать очень сильную команду «Звезда» 2005 Пермь. Начало игры в 17.00, вход бесплатный и поболеть за нашу команду и поддержать. И на сегодня на этом все. Всего вам самого наилучшего и пусть всегда в сложных ситуациях у вас открывается второе дыхание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА